Притча Здравствуйте, дамы и господа! Мы продолжаем учение о притчах Иешуа. Сегодня мы будем учить притчу, очень маленькую, но очень важную. Эта притча записана в Евангелии от Матфея, 21 глава, с 28 стиха. Я прочитаю вам. Иешуа спрашивает своих учеников, что вы скажете на такое? У одного человека было два сына. Как-то он подошел к одному из них и говорит, сын, пойди и поработай сегодня в моем винограднике. Не пойду, ответил сын. Но потом передумал и все же пошел. Отец подошел к другому и попросил о том же. Тот ответил, да, я пойду. А сам не пошел. Кто из них выполнил просьбу отца? Первый, ответили они. Иешуа тогда сказал им, говорю вам истину, что сборщики налогов и блудницы впереди вас идут в Царство Божие. Притча маленькая, короткая, но очень интересная. В этой притче есть что-то, что очень похоже на рассказ Платона, который жил в Греции до Рождества Христова. Сейчас я прочитаю вам перевод этого рассказа с греческого. Два раба были посланы из Академии искать Платона. Первый, где только не искал Платона. Прошел по всем местам, по всем этажам зданий. И нигде его не нашел. В конце вернулся в Академию, без результата и очень уставший. А второй сидел на рынке, прогуливался, разговаривал с людьми, играл с другими рабами. И вдруг видит Платона, проходящего по улице. И приводит его к тому, кто его искал. Он не прилагал много сил, как первый, который метался, в поиске обошел все места, все этажи. Но не нашел его. А этот проводил время праздно. И вдруг увидел Платона и привел его. Теперь вопрос. Кого из этих двух рабов стоит похвалить? Того, кто приложил много сил, но не принес результата? Или того, кто проводил время праздно, но принес результат? Эта притча очень современная, хотя записана была еще в IV веке до н.э. Современная она потому, что я спрашиваю, как вы считаете, кого Платон посоветовал похвалить? Того, который трудился, но не нашел его? Или того, кто был по сути лентяй, не прилагал усилий, отдыхал, но в конце нашел его? Платон говорит, что тот, кто нашел меня, тот и получает награду. Притча Иешуа очень похожа. Первый сын говорит отцу, я не сделаю, но потом все-таки сделал. Он принес результат. А второй согласился делать, но не сдержал свое слово. Очень похоже на двух рабов в рассказе Платона. Подобные притчи есть и у раввинов. Я прочитаю вам такую же притчу на ту же тему. На что похожа эта притча? Один царь нанял много работников, и среди них был один ленивый, нерадивый, а один добросовестный. И когда он пришел заплатить им за работу, он заплатил им одинаково. Тот, чье имя свято и благословенно говорит, не так нужно. Тот, кто выполнил больше работы, должен получить большее вознаграждение. Человек должен получить зарплату в соответствии с результатом. А не за разговоры или хорошее побуждение. Вот так-то вот. Три притчи. Одна от Ишуа, вторая от грека Платона и третья от раввинов. Для меня эта притча достаточно трудна. Почему она тяжела для меня? Потому что, когда я учился в школе, я не был самым лучшим учеником, особенно по математике. Всегда на экзамене я писал сразу результат, быстро все заканчивал и выходил играть на улицу. А учительница всегда снижала мне оценку, потому что говорила, что не видит, как я пришел к этому результату. Она говорила, как ты это получил? Может быть, ты списал у своего друга, но я не списывал. Я действительно посчитал все в уме и на бумаге написал результат. А она снижала мне за это оценку. Она говорила, что процесс не менее важен, чем конечный результат. Я знаю, в современном мировоззрении есть такое противоречие. Мы хотим, чтобы все было сделано не спеша, красиво, во всем был порядок, чтобы процесс от начала до конца был приемлемый. Но в области веры мы говорим, что человек, у которого есть хорошие цели, но он ничего не достиг для Бога. Этого достаточно. Для Бога достаточно веры. Правильно? У нас, как у верующих, как у учеников Ишуа, такие взгляды. Достаточно веры. Все по вере и все покрывается милостью. Самое главное – это вера. Но мы видим по притче Ишуа, также по притчам Равинов и по притче Платона, что конечный результат также важен для Господа. Если процесс не приводит к результатам, если он не приводит к делам, то процесс неполноценен, то есть испорчен. То, что в процессе все движется хорошо, красиво, все происходит достойно, это хорошо, но должны быть результаты. там должна быть линия подведения итогов. И мы, как верующие, читаем притчу, которую говорил Ишуа, и не всегда схватываем этот смысл. Мы думаем, что люди, которые стоят, молятся, прославляют Бога, все так происходит красиво, духовно. Нет, этого недостаточно. Должен быть результат. И все это не так важно. Важен тот, кто делает. Тот, кто не просто верит, но делает, исполняет волю Отца Небесного. Наверное, есть люди, которые подумают, что я не верю в милость. Я всем сердцем верю в милость Божьей. И Ишуа принес свою милость через свою кровь, через свой крест, через воскресение из мертвых. Он принес свою милость, но милость это не формула, которая допускает неудачи, провал. Милость не покрывает безделие, лень или отговорки. Милость это когда мы сделали все, что смогли, но потерпели неудачу. Вот тогда есть цена милости. А человек, который верит в Ишуа, но принимает его не только как спасителя, но также как учителя, как своего раввина, как нашего раввина, который говорит, что тот, кто любит меня, сохранит заповеди мои и исполнит волю Отца моего Небесного. Поэтому эта притча о двух сыновьях разъясняет, кто такой глупый, а кто мудрый. Ишуа говорит об этом в конце Нагорной проповеди, когда сказал, что глупый это тот, кто строит свой дом на песке, а мудрый строит на скале. И он говорит, кто такой глупый, это тот, кто слушает Слово Божие, но не исполняет Он говорит, вот так, все хорошо, аллилуйя, все хорошо и прекрасно. Но в конце концов, Мудрый это тот, кто слушает и исполняет заповеди, которые Бог дает ему. Это не только в разговорах или в хороших намерениях. Мы возвращаемся к линии подведения итогов. Кого Иешуа хвалит? Кого ученики Иешуа хвалят? В этой притче в 21 главе Матфея. Они хвалят не того, который сказал, да, отец, я люблю тебя, я сделаю всякую вещь, которую ты просишь меня сделать, но в результате ничего не сделал. Но сын, который вначале отказался и сказал, я не хочу делать, но в конце концов выполнил волю отца. Вот это тот, кто получает вознаграждение. Это тот сын, который успешен. Это тот сын, который приносит славу своему отцу, отдает ему уважение. Другой же, который, казалось бы, в радости, был согласен на все, но в результате ничего не сделал. Он не хороший сын, а хороший сын, это тот, который противился или в каком-то смысле противоречил отцу, но в результате выполнил его волю. Он тот, который в конце концов получает вознаграждение и похвалу. Я думаю, что нам нужно посмотреть на эти притчи с менталитетом еврея, потому что Ишуа жил в еврейской среде. Он не был протестантом, он не был католиком, он даже не был христианином. Он был евреем, родившимся в Израиле. Ему сделали обрезание на восьмой день по закону Моисея. Если кто-то не верит, пусть посмотрит в Евангелии от Луки вторая глава. На сороковой день его понесли для очищения в храм. Он учил и знал Тору. Цитировал из Торы. Харисеям он говорил, «Вы что, не знаете, что написано в Торе?» Он знал. И он тот, кто учил этим вещам. И он тот, кто учит, что недостаточно говорить. «Господи мой, Господь наш, но нужно делать, выполнять Евангелие. Меньше говорить, но больше делать». И сын, который сказал «нет», но потом все-таки сделал, получает уважение и почет. Я считаю, что нам нужно помнить эти вещи, вспоминать их. Это не показывает, что мы не верим в милость. Мы верим в милость. И мы очень нуждаемся в милости, потому что мы все согрешили грехи. Но милость приходит тогда, когда мы прилагаем максимум усилий, но по какой-то причине терпим неудачу. Когда мы спираемся, но падаем. вот так приходит милость, чтобы поднять нас, спасти нас и привести нас к престолу Всевышнего. Всего вам доброго, дамы и господа. Продолжайте изучать Священное Писание. Дисклеймери. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!